Добрый вечер, дорогие друзья, и здравствуйте, уважаемые пассажиры. Почему вы так называете? Лично так, вот я лично так и говорю. Мы сегодня поговорим немножко о метро. Я прочитал название лекции, я бы немножко по-другому назвал. Я бы назвал московский андеграунд, взгляд машиниста. Ну так тоже очень хорошо на самом деле. Разрешите представиться. Машинист первого класса квалификации, электродепо «Красная пресса», мы ваши соседи, властелин кольца, совсем рядом на 905-го года, улица Ходынская, дом 3. Имею стаж работы 10 лет, жена, двое детей. Ну сразу отметая лишние вопросы. Хотел, пришел к вам, конечно, с конкретной целью рассказать о нашем метро. И не просто, наверное, о метро, очень много цифр, очень много информации. Хотел бы рассказать именно свой взгляд, то, что мне видно из кабины. Хочу поделиться этим с вами и тем самым, может быть, пополнить ряды профессиональных пассажиров. Знаете, существует очень большая проблема нашего взаимного непонимания. Знаете, такой совершенно нездоровый антагонизм пассажиров и машинистов. Честно говоря, у каждого из нас свои задачи, свои проблемы. И вот мы, знаете, как два иностранца, которые разговаривают каждый на своем языке, и мы не хотим и не можем понять друг друга. На самом деле, это, конечно, можно и нужно пресекать. И всего лишь для этого, я считаю, надо вести подобную разъяснительную работу. Рассказывают людям, ну, не только, наверное, о проблемах, а вообще о том, что такое метро. И о том, чего стоит бояться, на что стоит обращать внимание. А что надо абсолютно отбросить от себя и не переживать. Мы, конечно, поговорим на примерах, на конкретных примерах. Ну, а начать бы я хотел, наверное, с такой анекдотичной истории, которая случилась, ну, правда, уже достаточно давно в нашем депо. Ну, знаете, есть такой вот кладезь, фольклор, по крайней мере, красной пресни. Я с удовольствием собираю такие истории. Мне очень нравится. У нас работал в свое время машинист-инструктор Владимир Ильич Орешкин. И машинист Свердлов. И так случилось, что Владимир Ильич ушел в отпуск и оставил за себя исполнять обязанности вот этого машиниста. Какая-то запара на линии, что-то, какой-то сбой, нужно срочно проконсультироваться. И вот такой вечерний звонок, но Михаил Осипович ошибся номером. И, представляете, поздно вечером звонит в какую-то неизвестную квартиру и буквально криком «Владимир Ильича, Владимир Ильича позовите!» Там что, кто, кто говорит? Это его Свердлов беспокоит, Свердлов! «Из какого дурдома вы звоните?» Ну, такая вот реакция у человека, да? Нет, на самом деле дурдом, но не в том, наверное, смысле, что мы там все сумасшедшие, просто бывают огромные нагрузки и действительно приходится принимать решения очень быстро. Потом, знаете, сидя в уютном кресле, когда есть время все обдумать, конечно, находятся какие-то иные решения. Но, наверное, главное, о чем я хотел бы вам рассказать вот в профессии машиниста, это необходимость принятия решения мгновенно, практически мгновенно. Десять лет назад я стал машинистом, и очень хорошо помню слова Виктора Михайловича Бараненкова, моего первого зама по эксплуатации, который мне напутствовал такими словами, что у вас прекрасные знания, но нужен опыт. Нужен опыт, он придет, конечно. Помните главное, 20 минут поезд простоял в тоннеле или на станции, и вы больше не машинисты, независимо от причины. Знаете, на протяжении всей моей профессиональной карьеры эти слова пугали меня. Неоднократно мне приходилось сталкиваться с неисправностями, какими-то чрезвычайными ситуациями. И знаете, вот это вот тиканье часов, это всегда, конечно, очень мобилизует. Мы называем это случай. Когда идет какой-то случай, знаете, это вот челлендж, это какое-то озарение, это, знаете, это вот как действительно в голливудских боевиках. Ты не успеваешь думать, ты не успеваешь анализировать, даже, честно говоря, не успеваешь оценивать ситуацию, ты только действуешь. И от того, как ты действуешь, конечно, будет зависеть результат. Для того, чтобы просто действовать, вдумайтесь, не отдавая себе, в общем-то, отчет в том, что ты делаешь. Необходимо, конечно, очень большое количество тренировок. И для этого мы действительно у нас есть во всех депо, так называемые аварийные игры, техническая учеба. Машинист никогда не прекращает учиться. Каждый день, заступая на смену, мы читаем какие-то сводки, дополнительные технические инструктажи, что-то, куча подписей за усвоение этой информации. И вот когда наступает момент истины, а понимаете, в чем дело и в чем штука? Работа машиниста, она, знаете, она очень медитативная. Ничего не происходит. Вот примерно такая же темная кабина, чуть поменьше. Вы в тоннеле, и вы едете, едете, едете. И так минута за минутой, час за часом, ничего не происходит. День за днем ничего не происходит. А потом происходит какой-то случай. Случай, которому нельзя быть готовым. Понимаете, в каждый конкретный раз это всегда что-то новое. Как будто бы где-то сидит какой-то, знаете, сценарист, и вот ему вот, ну вот что такое, позаковырести, выкинуть. И тогда нужно действовать очень быстро. Ну, немного цифр. Немного цифр. Московский метрополитен – это огромное-огромное-огромное предприятие. 35-38 тысяч человек штат. Если представить себе эту толпу, ну, это, наверное, штат пехотного корпуса. Руководит нами начальник метрополитена, ну, в ранге, так сказать, маршала, такими маршальскими погонами. То есть все это вполне заслужено. 38 тысяч человек – это действительно огромное количество людей. Только машинистов, мы называем это локомотивные бригады, 5 тысяч человек, машинистов и помощников. Ну, много разных служб. Но что такое 38 тысяч человек? И для чего нужны все эти люди? А все эти люди нужны для того, чтобы перевести ежесуточно, ну, наверняка вы знакомы с этой цифрой, но тем не менее я ее еще раз назову, 9,5 миллионов человек. 9,5 миллионов человек ежесуточно. Это, конечно, колоссальные цифры. И здесь московский метрополитен – это просто, знаете, абсолютный лидер. Причем все специалисты признают, что он не был рассчитан на такой пассажиропоток. В среднем где-то на 6 миллионов он рассчитан. То есть с огромной-огромной перегрузкой. Я работаю на кольцевой линии. Это, знаете, это, ну, наверное, одна из самых напряженных линий. Может быть, с нами может соперничать только вот ваша Таганско-Краснопресенская, да, 900, фиолетовая ветка 1905 года. Огромная нагрузка, много вокзалов, много людей, постоянное мелькание. И, знаете, меня часто спрашивают, но есть у вас какой-то профессиональный цинизм, отношение к пассажирам, но, может быть, никак, знаете, к личностям, да? Да, очень тяжело выделить из толпы людей, я бы даже сказал, из леса людей, конкретное лицо, и что-то для него сделать, хорошее или плохое. Обратите на это внимание. На самом деле, я много думал о том, кто же мы такие, машинисты, боги, которым дано право там вершить. Вот ты, дорогой, успеешь сегодня на работу, а вот ты нет. Или, может быть, мы просто, знаете, вахтеры. Вот такая калитка такая, закрыта, открыта, все там, не ходим здесь, все, все, не знаю ничего. Но, вероятно, истины где-то посредине. Мы не боги и не вахтеры. Я хочу сказать вам о том, что очень много думал о том, вот бегут люди, закрываются двери, идет, конечно, информация. Сейчас на новых составах дополнительно мигают красные лампы. Я не знаю, видят это пассажиры или нет, но, по моему мнению, должны видеть. Но по их поведению я не вижу, чтобы это их останавливало. Да, безусловно. Так вот, эксперимент такой. Сколько нужно простоять на станции, чтобы, условно говоря, посадить всех пассажиров, всех страждущих? Да бесконечно можно стоять. Если происходит какой-то сбой на линии, и мы стоим 10-15 минут, вот сколько бы ты ни стоял на станции, в каждую конкретную минуту, когда ты будешь закрывать двери, все равно кто-то найдется, кто вот увидит поезд и обязательно побежит. Ну, я же его вижу. Так я понимаю логику этих людей. Ну, раз я вижу, почему бы вот меня не взять? Ну, хорошо, я согласен. Давайте возьмем тебя. Давайте возьмем его. И снова на дворе мочало, начинай сначала. Обращаюсь к вам как к будущим профессиональным пассажирам. Не нужно этого делать. Я и сам порой бываю пассажиром, поверьте мне, потому что пользоваться в Москве личным автотранспортом очень проблематично. очень люблю метро и не изменяю ему практически никогда. Так вот, я хочу сказать, что когда я еду куда-нибудь на метро, то, как правило, если я вижу поезд, я про себя знаю, что это не мой поезд. Это, знаете, это как фронтовики вам скажут, свою пулю ты никогда не увидишь. Ну, вот то же самое. Свой поезд ты не увидишь. Он потом придет. То, что вы видите, забудьте. Все. Это предыдущих людей поезд. В пиковое время поезда ходят практически каждую минуту. Минута 15, минута 20. Это я секунды называю. Это вот интервал на кольцевой линии. Мы называем это упасть на хвоста, когда ты едешь в пассажиродинамической тени предыдущего состава. Понимаете, наши станции заполняются дискретно. Эскалаторы подвозят новые потоки пассажиров, и они наполняют платформу. И вот если интервал между двумя поездами минимальный, то и время на посадку тоже минимальное, на высадку и посадку пассажиров. Стоит только отстать от впереди идущего поезда, поверьте, начинаются очень большие проблемы, потому что потом это как снежный кол. Он начинает разрастаться уже сам собой, потому что поезд, который идет передо мной, он едет с максимально реализуемой скоростью. Максимально. Я еду с точно такой же скоростью. Ну а вы понимаете, то есть нагнать я его не могу. Мы вот максимум, что мы можем выжить в пик, мы так и едем. И получается, что через какое-то время я начинаю брать полуторную норму пассажиров, двойную норму пассажиров, тройную норму пассажиров. А ведь что такое, раз я их взял, значит, я их должен высадить. Кольцевая линия, средняя продолжительность поездки для пассажиров составляет два перегона. Два перегона. Люди постоянно заходят и постоянно выходят. Для радиальных линий у них свои особенности. Но там, знаете, как правило, вот поезд он набрался на конечной, и вот он так плотненько-плотненько едет, потом уже машинисты просят, ну вы там вдохните, ну давайте хоть еще кого-нибудь посадим. Но на кольце это постоянное движение. Постоянное движение. И я не знаю, замечали вы когда-нибудь или нет, но время стоянки поезда на станции, отведенное по расписанию, это 25 секунд. Это очень мало. Это очень мало. Я скажу так, что это объективные цифры, конечно, она взята не с потолка, я сейчас это говорю не в плане критики, ну таков график, таков график. Посчитано, что вот если время стоянки будет такое, то мы сможем максимально наполнить свою линию составами. Ну и какие-то иные еще есть, конечно, для этого требования. Но на самом деле, на самом деле, я вам скажу так, что такое график? Что такое график для меня, как машиниста? И что такое график вообще для нас, для всех? Это, знаете, это наша святыня. Мы говорим, график это основа безопасного движения. Вот он расписан, в какое время какой поезд должен находиться на какой станции. Я назову вам зазор, в котором машинисту разрешается работать. Это плюс 10 секунд и минус 10 секунд. Вот так. Это очень-очень плотно. То есть достаточно кому-нибудь, какому-нибудь пассажиру задержать дверь, это уже 15-20 секунд. И ты выбился из графика. И нужно прилагать какие-то титанические усилия для того, чтобы вернуться. А за исполнением графика следят наши руководители. И если ты едешь не по графику, то, скажем, оправдание, что пассажиры держали поезд, оно, будем говорить, не прокатывает. Обычно на это нам отвечают. Так, ты машинист? Или ты где? Ты должен работать с пассажирами. Ну, как правило, я так и делаю. Давайте поговорим о работе с пассажирами. Я уже говорил, что работа машиниста достаточно медитативна. И есть там элемент скуки, конечно, который пропадает, как правило, в пиковое время. Но и в этот момент действительно мы и обязаны, и я это часто очень делаю, обращаюсь к пассажирам. Меня часто спрашивают мои коллеги, зачем ты это делаешь? Ну, я не знаю, может быть, так легче мне. И действительно я вижу отдельных людей, для которых мои слова все-таки долетают. Я понимаю, что когда со всех сторон на вас идет какая-то информация, там, уважаемые пассажиры, то машинист, пассажир, он так и воспринимает это. Ну, что-то говорят. Даже человек идет в своих мыслях. Но, как правило, здесь уже за свой многолетний машинистский опыт я понял, что нужно прибегать к каким-то уловкам и ухищрениям. Я расскажу вам об этом, это достаточно интересно на самом деле. Речь идет вот о чем. Предположим, ситуация очень распространенная. Держат двери. Молодой человек. Я скажу вам, что даже если я вижу, что мне вот умышленно держат двери, то, собственно, ничего я, конечно, сделать этому пассажиру не могу. Во-первых, мне некогда выйти, покинуть кабину я тоже не могу. Сказать какую-то грубость, да бог вас упаси. Я понимаю, может быть, кто-то из вас скажет, а вот я слышал там на такой-то ветке. Ну, знаете, я тоже слышал, люди нарушают законы. Но я вам говорю так, как это все-таки, к чему мы стремимся и за что нас очень-очень серьезно наказывают. При мне очень известный случай. Нашего машиниста кольцевого сняли на, по-моему, три месяца в помощнике, а это огромная разница в положении, в зарплате, за то, что он назвал пассажиров простите уродами. И я цитирую дословно, уроды, отпустите двери. Да, это вопиющий случай, нарушение культуры обслуживания, и мы предали астракизму этого товарища. Поверьте, поверьте. Так вот, я, конечно, не называю пассажиров уродами, это недопустимо. Мы вернемся к тому примеру. Держит молодой человек двери, я ему, конечно, сказал, пожалуйста, отпустите двери. Ну вот, все исчерпал, я все возможности, данные мне моим инструктажом. Вы знаете, в этом случае я перехожу на язык животных, свиней. Я начинаю хрюкать. Ну, выглядит это так. Поверьте, помогает. Поверьте, помогает. То есть, я понял, что каждому человеку нужно найти свой подход. Понимаете, не надо быть в шорох предубежденности. Не надо, так сказать, ну, может, так лучше кто-то понимает. Ну, я понимаю, на самом-то деле, просто, наверное, какая-то неожиданность. И я не призываю там вас к тому, что там, скажем, я как проявляю какое-то неуважение, нет, нет, отнюдь. Я прекрасно понимаю, что мои пассажиры, это в первую очередь мои кормильцы, ради чего я, собственно, нужен. Конечно, у каждого машиниста порой приходят такие крамольные мысли, а хорошо, если бы в метро не было пассажиров. не было пассажиры. Но на самом деле, Москва не может существовать без метро, и метро не может существовать без Москвы. Знаете, кто же истории более ценен, да? Поэтому, ну, вот в этом плане это больной вопрос. Больной вопрос дверей, больной вопрос общения с пассажирами. Хотя, знаете, очень приятно бывает, когда приходит кто и говорит, вы знаете, вы так хорошо вот объявляли. Спасибо вам большое. Это, конечно, здорово. Однажды меня послали в командировку. Я поясню. У нас 15 электродепо в метрополитене. И каждое электродепо это отдельное государство. В каждом электродепо существует своя местная инструкция, свой свод законов. И, конечно, есть общие правила технической эксплуатации метрополитенов, но это, знаете, это как какая-то великая-великая хартия, которую, конечно, все чтут, но вот живем мы по своему талмуду. И порой бывают такие ситуации, например, продление участков или там какие-то еще, когда в каком-то конкретном месте требуются машинисты дополнительно. И тогда туда выделяются, причем, вы знаете, даже без согласия самого машиниста, сроком на один месяц, любого из нас могут отправить на любую другую линию. Это очень большой стресс, очень большой шок, потому что, еще раз повторю, что на каждой линии действуют свои правила. Смотрите, у нас с вами огромное количество типов подвижных составов. у нас есть составы, которым 40 лет, ежи 3, которые ходят на Таганско-Краснопресненской линии, а есть у нас с вами новейшие 760-е или как на Кольцевой линии, или там Арбатско-Покровской, Русичи, есть номерные разных модификаций. И, конечно, никакой, поверьте мне, машинист, ну, не может это все знать, да, то есть, вот, как правило, если ты уж работаешь на своем типе, то вот там ты как-то, как-то, конечно, ты стремишься к тому, чтобы это все владеть этой техникой, а знать о том, что ты никогда и не видел, это невозможно. Но, еще раз повторяю, все-таки командировки бывают, и я как-то работал в дипофили, и там есть, наверняка ездили на станцию Международное ответвление, мы называем это подвал, потому что там под Москвой рекой проходит такой огромный-огромный затяжной спуск, и вот это называется ездить в подвал, а мы передавали туда с кольцевой линии свои номерные составы, когда переходили на новый тип, и у нас не было информаторов, еще не было установлено информаторов, нужно было объявлять вручную, на самом деле это было очень здорово, потому что это тоже, ну, наверное, позволяло как-то разнообразить работу, и каждый уж изгалялся как мог, хотя, конечно, станции объявляли настоящие станции, то есть никто там Ромашкова не объявлял, там все это ясно, но мне очень нравилось, тогда эта станция называлась, по-моему, деловой центр, сейчас она переименована в выставочную, а тогда, и там был такой текст, что надо было сказать, осторожно, при выходе из последней двери последнего вагона, и мне очень нравилось, знаете, с такой полной глубокой печалью и скорбью говорить пассажирам, будьте осторожны при выходе из последней двери последнего вагона, знаете, после этого уже ни жить не хотелось, ничего, все, дверь последняя, вагон последний, это куда идти, но на самом деле это все, конечно, лирика, работаем, работаем, что такое работа машиниста, и вообще, что делает машинист в кабине, ну, во-первых, он там сидит, потому что там есть кресло, это, знаете, достаточно удобно, потому что продолжительность смены 8,5 часов, и, наверное, 8,5 часов стоять все-таки было бы сложно, всего две степени свободы у поезда, это разгон и торможение, машинист, как вы понимаете, никак не управляет поворотами поезда, никак, я помню, у меня был такой случай, ну, это, конечно, розыгрыш, может быть, даже достаточно жестокий, у меня был наезжающий, так мы называем, учеников будущих машинистов, будущих помощников и будущих машинистов, и вот он пришел в наше депо, я ему рассказываю про работу, посадил его за контроллер, он едет, поезд спускается с уклона, впереди стрелка, и я ему говорю, слушай, Коля, поворачивай, и, конечно, он пытается повернуть контроллер машиниста, а он ходит только вперед-назад, я говорю, Коля, поворачивай, ты меня не слышишь, что ли? Он уже двумя руками тянет, я говорю, Коля, поворачивай, ты нас уберешь, ну, Коля уже уперся ногой, но никак не получалось, поезд наехал на стрелку и повернул на отклоненный путь вправо, и когда он с такими трясущимися руками спрашивает, а как, как мы повернули-то, я говорю, ну, ты что, шутишь, что ли, стрелка? Ну, конечно, да, это, ну, понимаете, такой юмор, конечно, может быть, он и жесткий, ну, давайте отнесем его к разряду профессионального, да, наших профессиональных шуток, как есть очень известная шутка, когда помощник, скажем, выходит в салон, да, и долго по карте изучает, куда же ехать, это тоже такие шутки известные. На самом деле, ну, поверьте, не только хохмим мы, да, управляем поездами, но не, не главная наша работа, не основное, вот это вот дергать ручку, нет, это не так. На самом деле, и может быть, вас это удивит, но это постепенно даже уходит в прошлое, и чему я несказанно рад, я вообще такой апологет новой техники, всех инновационных решений, и мне очень приятно, что с 2003 года, вот как я пришел в метрополитен, было введено столько новинок технических, которые, с одной стороны, конечно, безусловно, повысили безопасность, например, я приведу конкретный пример, вот введена система, которая запрещает машинисту открыть двери с неверной стороны, да, вот у нас есть, знаете, платформы справа, слева, и вот есть признак платформы, да, и не откроешь, вот нажмешь на кнопку, а двери не откроются, сами понимаете, это сейчас при современных технологиях сделать очень просто, и вот, ну, эта система появилась, ну, совсем недавно, я вам скажу больше, кольцевая линия, с огромным удовольствием расскажу вам об этом, мы практически стоим на пороге, ну, наверное, революции в метрополитене, уже сейчас в опытной эксплуатации находится система прост, прицельной остановки, то есть это, если хотите, автопилот, компьютер останавливает поезд на станции сам, без участия машиниста, остается только лишь наблюдать за этим процессом, если что-то идет не так, там, вмешиваться, а так, эта система уже много месяцев, наверное, больше года эксплуатируется на кольцевой линии, а следующий ее этап, это вот остановка поезда, а следующий ее этап и отправление, то есть когда мы перейдем полностью в режим автоматического ведения поезда, автоведения, поэтому работа машиниста, она, конечно, не в том, чтобы управлять поездом, это я бы сказал, что, наверное, знаете, он вынужден делать, но как только автоматика заменит человека, то он будет освобожден для другого, а все-таки нужен ли машинист? Да, поверьте, нужен, так вот, самое главное, как я уже говорил, это выход из случаев, это быть действительно готовым к тому, чтобы в любой момент принять правильное решение. Порой на это даже секунд нету. Опять же приведу пример. Система прост, все замечательно, поезд останавливается на станции, прекрасно. Как она работает? Очень просто. Перед... Просто, просто. Перед станцией находятся датчики, у состава обычная Wi-Fi-антенна, проходит он эти датчики, воспринимает информацию, ага, я нахожусь на станции. Дальше компьютер рассчитывает тормозной путь, дает нужные тормозные уставки и останавливает. Поверьте, достаточно плавно поезд. Даже открою вам страшную тайну, плавнее, чем очень-очень-очень многие машинисты. Очень многие. То есть, эффективно, замечательно. Но, как у всякой техники, у системы прост, тоже бывают сбои. И, конечно, мы называем это родить ежика, потому что это, конечно, это ужасно. Это происходит в самый неожиданный момент, когда ты едешь, злого не чуешь, все замечательно, и вдруг ты понимаешь, что ты проехал полстанции, а что-то и ничего. Знаете, тут очень зависит от скоростей все. Но я вам скажу, я вам скажу, ответственность машиниста. Если машинист проезжает станцию, то он тоже не машинист. Это связано с требованиями безопасности движения. И подобные проступки наказываются очень строго. Ни в коем случае на технически исправном составе машинист не должен проезжать станцию. Казалось бы, например, для пассажира проехал поезд станцию, остановится на следующий, все перейдут, потратят пять минут. А машинист все потратит все свои годы, которые он проработал до этого, потому что, в общем-то, конечно, бывают технические сбои, которые как-то позволяют объяснить. но на самом деле, на самом деле, действительно, это и требование каждому машинисту контролировать свой поезд, что бы ни случилось, просто что бы ни случилось, знаете, любой ценой. Вот хоть зубами там держись, но поезд должен остановиться, как угодно. Я вам могу сказать, тут мы плавно подошли к вопросам безопасности вообще, и меня часто спрашивают, могут ли составы столкнуться. Знаете, все-таки в каждом поезде в час пик по 2000 пассажиров, и это актуальный вопрос. И я вас уверяю, практически это исключено. На московском метрополитене это практически исключено. Мы уже очень давно, более 30 лет, используем систему АРС, автоматическое регулирование скорости, которое позволило нам убрать из локомотивной бригады помощников. Если вы обращали внимание, на электричках два человека управляют составами, в метро уже очень давно, очень давно в одно лицо производится управление поездом. Функцию помощника взяла на себя автоматика АРС. Действует она очень просто. Состав, когда освобождает блок участок, он посылает в рельсы кодированную частоту. Таким образом, а следующий состав воспринимает из напольных устройств, и таким образом, я постараюсь упрощенно говорить, каждый поезд знает, где находится предыдущий, и это не позволяет им сближаться на опасное расстояние. Всегда не менее двух тормозных путей между двумя составами. То есть, даже если предположить, что что-то произойдет с тормозным оборудованием, состава и так далее, и так далее, и так далее, то поезд остановится. Но я хочу вам сказать, чтобы быть откровенным, потому что я, честно, не люблю, знаете, таких вот ура-патриотичных выкриках, у нас все прекрасно, все замечательно, ну а в принципе все-таки возможно, вы знаете, в принципе возможно, вот если отвлеченно. Почему? Потому что всякую систему можно отключить, понимаете, конечно, никакой адекватный человек это не будет делать, но такая возможность дана, потому что техника ломается, а вот представьте, будет ложный сигнал, а как ехать-то? Состав нужно убирать, значит, есть какие-то системы, которые позволяют обходить вот этот запрет. Поэтому я вам могу сказать, что в московский метрополитен существует более 77 лет, 78 лет, и за все время столкновений было меньше десятка, и ни в одном из столкновений не пострадали люди. Это я вам говорю с полной ответственностью. То есть были ли они? Да. И я вам скажу, что эти столкновения были очень-очень давно. у нас есть такое понятие, как черные сутки метрополитена, когда в 1994 году за одни сутки столкнулось три пары поездов, шесть поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии. Там были вопиющие, грубейшие случаи нарушения безопасности, и, естественно, после этого это был титанический разбор, и просто пересмотрены требования безопасности. Абсолютно в корне изменены. И сейчас это действительно исключено. То есть если как-то раньше к системе РС относились, ну она как бы есть, но знаете, если она мешает работать, давайте ее отключим, так поедем побыстрее. То сейчас это абсолютно. Если машинист отключает систему РС, он в обязательном порядке высаживает пассажиров и ограничивает скорость. Или тогда он, если это он не делает, то он на линии, где основным средством сигнализации являются светофоры, а у нас два разных, ну грубо, два разных типа сигнализации. У нас есть бессветофорные линии, более новые светофорные, как кольцевая. Там допускается отключение устройств РС, но тогда приходит второе лицо, помощник, который контролирует машиниста, то есть никаких, если, скажем, умер машинист, все равно не будет столкновения, ни при каких условиях. Безопасность на первом месте. И вот здесь мы опять же подошли, наверное, к следующему уже утрепещущему вопросу, мне часто тоже задают его, почему составы останавливаются в тоннелях? Вообще, это когда-нибудь прекратится или нет? Мои друзья говорят так, мы когда едем на кольце и поезд встал, говорим, наверное, Сереге надоело работать, остановился. Нет, это не так, поверьте. Для машиниста это тоже стресс, остановка на перегоне. Ну, наверное, я допускаю не такой, как для пассажира, потому что в отличие от пассажира машинист видит перед собой поездную ситуацию, ну, хотя бы немножко, да. Бывают остановки, и я вам скажу основную причину. Основная причина остановок на перегоне связана с тем, что впереди идущий состав не освободил станцию. А это, дорогие мои друзья, это снова, извините, вы. То есть, кто-то держит двери, стоит поезд, и за ним принцип домино, встают остальные поезда, если это большой перегон. Поэтому это, конечно, это очень большая проблема, и очень часто, конечно, я об этом говорю. Знаете, я даже ввел такое понятие, как ложное джентльменство. Я его постараюсь вам пояснить. Ситуация. Закрываются двери, прошла информация, и Вася, который стоит у дверного проема, увидел красивую девушку. Она закончила рабочий день, несколько устала, но, тем не менее, хочется ей, конечно, побыстрее попасть домой. Она видит, что закрываются двери, и Вася ее видит, и радостно он придерживает ей двери, очень галантно. В этот момент машинист нервничает, проклинает все на свете. Ну, естественно, если уж Вася решил что-то, то это все. Девушка садится, все замечательно, пояс наконец-то отправляется. Потеряли мы с вами, ну, допустим, секунд 30. Я допускаю, что воодушевленная девушка даже оставит Васе свой номер телефона. Это очень хорошо. На этом все хорошее заканчивается. потому что для машиниста собственно без разницы красивая это была девушка или как-то нет, не повезло. На самом деле для машиниста требование графика очень простое. Вот здесь он потерял время, где-то его брать надо. На перегоне я уже вам говорил, его взять неоткуда. Мы едем практически с максимально реализуемыми скоростями. Значит, я могу его взять только на следующей станции. И я тоже вот скажу вам очень важную информацию. По нашим внутренним инструкциям машинисту разрешается не сажать пассажиров. Мы обязаны высадить и можем не сажать. Представляете? то есть вот мы взяли дополнительно одну очень красивую девушку. А на следующей станции мы не взяли 200 разных других пассажиров. И поэтому это джентльменство я считаю ложным. Потому что поверьте, для меня как для машиниста пассажиры равны, хотя все-таки 200 для меня лучше, чем один. Дело тут не в том, что знаете, какое-то чувство справедливости, но я все равно считаю, надо как-то семеро одного не ждут. И поэтому бесконечно буду повторять, давайте уважать друг друга, давайте уважать в первую очередь себя. А что для этого надо делать? Ну очень просто. Для этого надо оглянуться вокруг. Оглянуться вокруг. Если вы видите, что стоит состав, и практически вся платформа пустая, но у третьего и четвертого вагона две кучки пассажиров, а все остальные вагоны, пожалуйста, это я говорю сейчас про кольцевую линию, и я поясню, почему переходы находятся посредине станции, и знаете, очень удобно, очень удобно выйти и сразу на Таганскую перейти, на марксистскую. Понимаете, честно, странно, я как пассажир езжу либо в головном, либо в хвостовом вагоне, это касается только кольцевой линии, но любую линию возьмите, если вы садитесь на поезд, оглянитесь вокруг, вот стоят, здесь много людей, здесь никого нету, всегда избегайте толпы, отойдите от них, вы повысите свои шансы на то, чтобы попасть в поезд, это может быть как-то странно звучит, но тем не менее это так, и это прекрасно, а на самом деле представьте для меня, я стою на станции, пустая платформа, вот у одного вагона толпа, вот такой вот хвост, уважаемые пассажиры, пожалуйста, проходите в головной и хвостовой вагон, никто не шелохнулся, ну а зачем? Но это бы очень облегчило жизнь, конечно, конечно, и на своих совещаниях у нас проводится ежегодно, и мы неоднократно поднимали этот вопрос, что нужна вот такая разъяснительная работа. Понимаете, как правило, человек, когда спускается в метро, он тоже включает какой-то автопилот, тоже включает какую-то систему прицельной остановки, и знаете, превращается в такого зомби, которые ходят со всеми, все пошли, это очень легко увидеть на входе, допустим, все двери открываются в вестибюле, станции, но люди идут через два, через два входа, никому даже в голову не придет попробовать какой-то еще дверь, а зачем? Ну все же идут здесь, знаете, это эффект толпы, и в данном случае он нехороший, очень нехороший, то есть получается, что мы ну как-то выключаем мозг, что ли, наверное, это делать не стоит, и я скажу, почему это делать не стоит, тут мы подошли даже еще к более страшному вопросу, это безопасность в метрополитене, кто-нибудь смотрел фильм про метро в прошлом году он вышел, в этом, да, в этом году, наверняка видели, как раз кольцевая линия там вроде бы как прорывает трубу, заливает, очень хороший фильм, очень, я серьезно говорю, мне очень понравилось, мне очень понравились места, где пассажиров убивают током, мне очень понравились места, где пассажиров давят вагонами, мне очень понравились места, где пассажиров там, ну, знаете, там, ну, другие, не будем говорить. Не подумайте, что я там маньяк, нет. Ну, такой неплохой фильм. Я скажу, почему мне понравились эти места. Это заставляет задуматься. И, наверное, знаете, как в бойцовском клубе, я бы каждого из вас попросил запомнить правило номер один. И вы спустились в метро, и вам со всех эскалаторов говорят предприятие повышенной опасности. Поверьте, это непростые слова. Это страшные слова. Это страшные слова. И чтобы, наверное, подтвердить эту мысль, я вам скажу, что в моей практике, в моей поездной практике был тяжелый случай пожара, когда сгорело два вагона лично в моем поезде. Слава Богу, я эвакуировал пассажиров, и никто не пострадал. Но, наверное, я воочию убедился, да, что как мы все не защищены, понимаете, перед этой стихией. Проводились исследования, вагон метро сгорает в тоннеле, а там же очень хорошая тяга за 15 минут. Я прошу вас вдуматься в эти цифры. Это очень быстро. Но гораздо раньше можно угореть, да. Есть очень много опасностей. Понимаете, мы вообще, современные люди, привыкли не видеть опасности. Машины, кухонные ножи, там, да, все что угодно. Мы пользуемся этим каждый день. Оказывается, даже айфон можно взять в руки, да, и он вас убьет там разрядом. Такие случаи бывают. Ну, конечно, ничего я не имею против айфона, вы не подумайте. Замечательная, замечательная техника. Ну, вы сейчас уберите айфоны, да? Нет, на самом деле, каждый состав метрополитена и все оборудование метрополитена, конечно же, проходит планово-предупредительный ремонт. Но, наверное, у каждого из вас на памяти совсем недавние случаи на Сокольнической линии, когда составы стояли, да, полдня. Страшный пожар, и людей выводили. И тоже там были жертвы, но, слава богу, просто угорели. То есть никто больше никак не пострадал. Но тем не менее, тем не менее. Еще раз, правило номер один. Спускаясь в метрополитен, всегда помните, что это очень опасно. Никогда этого не забывайте, никогда. И если у вас будет дилемма, черт возьми, ну, может, побежать и успеть на этот поезд? А дерните себя. Здесь не надо бегать. Здесь не надо бегать, это очень опасно. Поезд не может отправиться со станции, если кого-то зажало дверью. Не может. Просто не соберется схема на ход. Но. Но такие случаи были. Почему? Потому что это техника. Залип контакт. Ложное, знаете, мы называем это Каспер доброе привидение. Ты закрыл двери, у тебя показывает, что все двери закрыты, а в каком-то вагоне люди ходят. Понимаете? Каспер доброе привидение. Это очень опасно. Машинист, ну, хорошо, он видит первый вагон, второй вагон, но он физически не может видеть последнюю дверь там последнего вагона. Да, сейчас устанавливаются камеры, разворачиваются зеркала, большая работа ведется. Но, пожалуйста, помните, что именно в ваших руках ответственность за свою жизнь. Ну, хорошо, ну, посадят этого проклятого машиниста в тюрьму, ну, вам-то от этого легче не станет. И знаете, как-то часто сталкивался с такой позицией, куда ты прешься, что меня не видишь? За восемь с половиной часов взгляд может настолько замылиться. Спросите любого психолога. Состояние повышенной бдительности человек может выдерживать в течение сорока минут. Через сорок минут он утрачивает эту способность. Проводилось множество экспериментов. Помните, раньше на контроле там бабушки, да, по удостоверениям пропускали, то есть не было турникетов, просто люди проходили. Так вот через сорок минут можно было пачку беломора показывать. Пачку беломора. И, пожалуйста, проходи, все нормально. Ну, невозможно просто воспринимать. Ну, понимаете, забивается. Я не говорю ему о том, что мы роботы, что нам там все пофигу. Но вы представьте, что вы попали вот на такой случай. Вы готовы расстаться с жизнью ради того, чтобы вы уехали на минуту 15 секунд позже? Кто-то мне говорит, ну, я вот опаздывал. Да никуда невозможно опоздать. Никуда невозможно опоздать. Вы простите, это вопрос самодисциплины. Выходите раньше. Вот на мою работу нельзя опаздывать. Чтобы никогда не опаздывать, а я, наверное, за 10 лет опоздал раза три. Но во всех случаях это был абсолютный форс-мажор. Ну, вот знаете, ну, просто вот нельзя было доехать, но никаким образом, только на вертолете. Это такие протоколы существуют. Мы предупреждаем. Линейный пункт. И работает резервный машинист. То есть я не могу ехать, потому что вот то-то, то-то. Во всех остальных случаях машинист не может опоздать на работу ни на минуту, ни на час. Это без разницы. Потому что, когда поезд уходит, он здесь будет, там, через два часа в следующий раз. И если ты опоздал на минуту, то все, поезд ушел. В прямом смысле. Да. Ну, так вот, чтобы никогда не опаздывать, я приезжаю на 40 минут раньше на работу. Очень простое правило. И очень много раз оно меня спасало. Вот весь этот запас тратился, с высунутым языком, я прибегал, и вот успевал. Все 40 минут потратились, чтобы вот успеть. Но что-то где-то пошло не так, где-то какой-то сбой, но я успевал. И говорю, может быть раза три, когда не успевал. Но это абсолютный форс-мажор. Поэтому выходите заранее. Если вы не опаздываете, тем более. Ну, какой резон гоняться за этими поездами? Мой друг замечательный как-то мне сказал. Он говорит, нам ведь уже 25, мы уже не бегаем за автобусами. Мы не молодеем. Ну, наверное, давайте не молодеть вместе в хорошем смысле. Конечно же. Что еще? Еще бы хотел, наверное, рассказать вам о том, что мы делаем в кабине. Ну, вот представьте. Все работает хорошо, техника замечательная, просто останавливает все. Но, конечно, когда проходит несколько лет поездной работы, ты уже все делаешь, так сказать, на автоматизме, ты не очень-то и много тратишь сил на то, чтобы поддерживать. То есть, ты, конечно, следишь за всем, но тебе не надо все свое сознание на это бросать. И тогда наступает другая проблема. Какая? Совершенно верно. Конечно, конечно. Чем занять себя? Почему? Потому что на самом деле ничего нельзя делать. Потому что ты обязан следить за свободностью пути, поэтому, конечно, чтение отпадает сразу. Ну, я уж не говорю про разговоры по телефонам и так далее, и так далее, просмотры никаких там видео и так далее, и так далее. Радио там, как вы понимаете, не ловят под землей. Но даже если бы ловило, и это запрещено. Точно так же запрещены и любые там, ну, музыка, да, потому что она считает, что это вас отвлекает. Знаете, только, наверное, одно не запрещено. Не запрещено петь. И поэтому вы наверняка слышали такое повизгивание из-за этой двери. Ну, да, я совершенно верно. Так вот, что это было. Поем. Читаем стихи себе. Даже, ну, я лично разучиваю какие-то прозаические кусочки. Знаете, бывает очень забавно почитать себе, скажем, Достоевского. Я возвратился в Рулетенбург из моей двухнедельной отлучки. Наши уже несколько дней квартируют в здешнем отеле, где мне была отведена комната на четвертом этаже. Здесь известно, что я принадлежу к свите генерала как учитель его детей. Генерала считают богатейшим русским вельможей, но бедный генерал, он погиб окончательно. Еще бы влюбиться в его 55 лет с такой силой страсти, конечно, несчастье. Притом, его вдовство, долги, дети, совершенно разоренные имени, и, наконец, женщина, в которую ему пришлось влюбиться, мадемуазель, бланш, и так далее. Занимаемся сочинительством. Когда мы меняли парк и уходили наши машины, 30-летние номерные, вы знаете, это был очень печальный момент, потому что ведь многие машинисты всю жизнь проработали с этими, казалось бы, кусок железа. Поверьте, мы не воспринимаем наших девочек как кусок железа. Это такие лопочки, они просто, они невероятно родные для нас. Есть даже люди, я вам скажу серьезно, которые целуют свой поезд. Вот, тут настолько это трепетно. Ну, я поглаживаю, я еще не дошел до поцелуя. Так вот, когда мы прощались со своими номерными, я написал такое стихотворение, ну, это, конечно, переделка, Расул Гамзатов «Журавли». Разрешите, я вам прочитаю. Мне кажется порой, что номерные навеки, что в депо не доползли, не все под газосваркой остыли, а превратиться в русичи могли. Они до сей поры так величайно в тоннелях подают нам голоса, не потому ли так часто и печально мы провожаем взглядом поезда. Идет, идет по рельсам поезд длинный, идет на стыках яростно гремя, их в том строю ведет вагон старинный, в нем есть, наверное, место для меня. Настанет день, и ту стальную стаю я уведу куда-то за собой протяжным стоном громко окликая всех вас, кого увижу за чертой. Мне кажется, порой, что номерные навеки, что в депо не доползли, не все под газосваркой остыли, а превратиться в руси, чем могли. Спасибо. Ребят, ну, наверное, на этом я бы хотел закончить и перейти, может быть, к вашим вопросам. Что-то, если кто-то хочет знать, пожалуйста. Можно троить с собой вагон, собаку, кошку, ручка. Лично нам? Да. Вы знаете, ну, я понимаю вопрос, я вам скажу так. Я, наверное, не видел ни одной инструкции, которая бы это запрещала. В то же время я ни разу не видел подобного прецедента, если на то пошло. Был случай, когда я работал в депо-печатнике в командировке, меня поразила одна история. Я приехал на станцию Марьяна Роща, конечная, и увидел, как под оборот все время заезжает Ротвеллер. Представляете? Простой Ротвеллер без намордника, без ошейдника заходит, заезжает под оборот, выезжает, снова выходит, переходит в пустой состав, заезжает вот так вот. Я спросил у маневровых бригад, это машинисты, которые заводят и выводят состав на конечной станции для радиальных линий. А что это у вас за собака-то? Говорят, да нет, целый день ездить. Вот это, наверное, единственный прецедент, близкий к тому, что это был бездомный Ротвеллер. Вот он так вот ходил, очень мило. Сам лично видел такую историю, которая меня тоже потрясла, это было на кольцевой линии. Не помню, сейчас это был вечер, даже глубокая ночь, пассажиров почти не было, на какой-то станции бездомная собака, заходит в вагон, едет несколько перегонов, открываются двери, допустим, на Курской, там ее тоже ждет две собаки. Она выходит, и они втроем уходят. Поверьте, вот четко собака знала, да, что надо две станции проехать, выйти на Курской. Ей богу, не вру. Конечно, это потрясающе. Очень может быть, хотя мне показалось, что они на поезд Курского направления, да, южные, южные собаки такие. Еще вопросы? Пожалуйста. В театре? Я боюсь, я так занят на работе. Нет, не играю. У меня единственное, может быть, историческое образование, по образованию, я учитель истории, но вот очень хорошо помню слова своего профессора Игоря Николаевича Данилевского, он как-то сказал, вот если бы учитель получал как машинист метро, и тут я подумал, а это мысль? Это еще на первом курсе, да? Что-что? Это еще на первом курсе. Данилевский, да, история России. А есть какие-нибудь там экскурсии метро, чтобы у нас было машинистом проекта? Вы знаете, к сожалению, нету, более того, вам скажу, у нас ведь есть замечательный музей метрополитена, и о его существовании никто не знает. Он находится на станции метро Спортивная, и попасть туда, по-моему, очень-очень сложно, потому что как-то я, начиная работать в метро, приехал на эту станцию, и говорю, как мне пройти в музей? И никто мне не ответил. Вот просто люди на станции работают, и они не знают, что вот у них над ними музей. Только там спустя какое-то время мы туда, там очень интересный музей, там есть кабина, да, где можно посидеть за пультом, да, там рассказывается, вот удивительная история метрополитена, собраны все жетоны, билеты, вот все, что было, ведь я, конечно, этого не застал, да, как большинство из вас, как все из вас, но были ведь контролеры в метрополитене, которые продавали билеты, ходили. Вот, то есть удивительная история. И вот все это там есть. Очень удивительная история, это участие метрополитенца в Великой Отечественной войне. Был собран бронепоезд, московский метрополитен, он принял участие в Курской битве. Удивительная история, я уверен, достойная какого-нибудь красочного сценария, потому что он выполнил свою боевую задачу, он там несколько дней, по-моему, даже неделю сдерживал целый фланг немцев, там батальон бронепоездов сражался замечательно. Еще вопрос. Как работает, что в Машнистях поедали курение? Вы знаете, это никак не получается. С недавнего времени, вот после того, как появился вот этот федеральный закон о запрете курения в общественных местах, борьба с курением была поставлена, ну, просто во главу угла. Я вам скажу так, я никогда не курил вообще, и поэтому, ну, естественно, мне это очень легко. И наоборот, меня всегда беспокоило, когда ты приходишь в кабину, в которой кто-то накурил, да, ну, а что сделаешь, да, что, не пойдешь, что ли? Пойдешь. Люди страдают, конечно, я говорю, а тех, кто курит, да, многие даже бросили, но я уже говорил сегодня, да, существует закон, существует правило, существуют люди, которые нарушают правила. Могу сказать так, сейчас таких людей гораздо меньше стало, и еще, наказание за курение, ну, вплоть до увольнения. А до этого официально можно было курить. Все составы были оборудованы пепельницами. То есть, это было на самом деле, это вот еще на моей машине была пепельница, на которой было выбито «Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют». То есть, очень лиричные люди, машинисты метро. Еще вопрос, пожалуйста. сейчас же, собственно, обновляется как-то состав и вы ее как-то впоследствии нужны. То есть, вот ваше мнение как-то про новые вот эти и вот сравнивать как-то с этим я отвечу. Отвечу, я понял вопрос. Я уже тоже говорил, что являюсь апологетом новой техники. Я категорически поддерживаю обновление парка. И отношение к новым составам лично у меня, оно, знаете, даже, я бы сказал, предвзятое, потому что в 2003 году мне посчастливилось принимать участие в обкатке головного поезда вот этого серии «Русич» 301-302. сейчас в нашем депо уже 325-я голова, то есть, вот 325 головных вагонов появилось с тех пор практически за 10 лет. Появился следующий тип состава. Это огромный шаг вперед в технологическом смысле. Огромный, просто, знаете, колоссальный. для машиниста, сравнивая работу на номерных, а мы их в последнее время называли, хоть и любили, но называли динозавры и на ласточки. Ну, уже понятно, да, ласточка, динозавр, наше отношение. Ну, смотрите сами. В новом составе просторная кабина, в которой помещается 12 человек. 12 человек. А так ты там один. То есть, пожалуйста, ходи, отжимайся, ну, хоть руки можешь развести в старой кабине, можно было три человека и все. То есть там, вот представьте, 8,5 часов в этом сдавленном, темном пространстве. И вот это наша светлая новая кабина. Это первое. Второе. Монитор машиниста, поездной компьютер. Вся информация о работе систем поезда выдается на монитор. Это очень важно. Представьте, у вас что-то сломалось, а вы даже не знаете, что. Вам по каким-то косвенным признакам надо определиться. Это очень сложно. В новом поезде машинист не только видит неисправность, но и большинство неисправностей может устранить, не выходя из кабины. Прямо отключить, например, неисправный вагон, заблокировать двери, отключить, там, мотор-компрессор и так далее, и так далее, и так далее. Прямо находясь в кабине. Естественно, компьютер это позволяет. Для этого даже не надо покидать кабину. Это очень удобно. Кондиционер. Ну, сами понимаете, 8,5 часов в этой капсуле под землей, ну, в общем-то, особенно летом, очень-очень жарко, зимой холодно, на самом деле холодно. И поэтому кондиционер, это тоже, это огромный плюс. Огромный плюс. Поэтому, но это все хорошо. Это вот хорошие моменты новой техники. Если говорить о плохих сторонах, они тоже есть. Минусы тоже есть. И здесь, ну, во-первых, это пресловутая надежность. С надежностью тяжело, но давайте будем объективны. В целом, вся тяжелая промышленность нашей страны, она как бы претерпевала очень-очень большие проблемы, будем говорить, в переходный период. Технологически мы, конечно, многое подрастеряли. И, ну, вот если брать наши новые составы, там ведь огромное количество иностранных запчастей. То есть мы покупаем просто в сборе. Ну, я вам скажу, смотрите, Русич, финские двери, немецкий мотор-компрессора, англо-французские альстомовские двигатели. И так далее, и так далее. Китайские подшипники. Вы знаете, очень такой космополитичный поезд получился. Нормальный российский поезд. То есть, это, конечно, есть проблемы. Они, мы о них знаем. Все это под очень, поверьте мне, пристальным контролем в депо, служба ремонта, служба подвижного состава, управления метрополитена. Скажем, ну, все неисправности мониторятся и устраняются. У нас нет и не может быть такой системы, что там вот все знают, да, что там какая-то неисправность. Да ладно, махнули рукой. Каждый понимает, что две тысячи жизней, это не просто уголовная ответственность, да. Я не знаю, что это. Вы же видели, вот, недавний случай в Испании, да, крушение поезда, превышение. Я вам еще раз повторяю, у нас это невозможно, просто невозможно. Я физически не могу разогнать состав более чем 80 километров в час. Это максимально допустимая скорость для составов метрополитена. Мы, конечно, можем разогнать его быстрее, но вот автоматика, поездная автоматика просто отключит двигатели, на скорости 77-78 километров в час. А на скорости 81, если, например, с горки, то еще и принудительно тормоза придут. То есть если машинист умер, ну или потерял сознание, ушел в себя. То есть для пассажиров безопасность метрополитена. кранчат. Я понял ваш вопрос. Я вам скажу так. Во-первых, существует ассоциация метро, ассоциация метрополитенов СНГ, которая, конечно, координирует вот эти вопросы взаимодействия с другими метрополитенами СНГ и, конечно, иностранными метрополитенами вообще в мире. Конечно, существуют подобные комиссии, как вы говорите. Более того, наверняка вы все наслышаны, что сейчас есть даже открытый конкурс, потому что, ну, мягко говоря, руководство метрополитена не очень довольно последней машиной. 760-й тип, который был назван АК. Это составы, они ходят на серой ветке сейчас, и полностью уже Новогиреевская линия перешла на них. Есть там ряд нареканий очень больших, то есть машина сыроватая. Но вы знаете, вообще, вам скажу, что на метрополитене новая техника всегда с трудом приживалась. То есть нужно, тот же Русич, он уже 10 лет существует, и он изжил очень многие свои детские болезни. Ну, вот такая практика. А что касается иностранных поездов, вот, знаете, в сборе, да, то есть под ключ, я знаю о том, что, ну, это тоже, конечно, на основании, мне никто это не докладывает, на основании статей из СМИ, что они хотят, там, скажем, Сименс, они хотят делать эти линии, там, концессии какие-то, да, я так понял, что просто правительство Москвы не готово к такому, ну, участию, да, то есть к такой форме общения с этими фирмами. Я видел эти предложения в свое время, Хитачи, Бомбардье действительно предлагали свои составы, и давайте, положа руку на сердце, я вам скажу, что, да, они были не хуже Русича, может быть, даже в чем-то лучше, но здесь и политический момент, знаете, оставить, у нас есть свой завод, да, мы Тищенский, вагоностроительный, и что вы предлагаете оставить без работы этих людей, ну, вот было найдено такое вот компромиссное решение, я не хочу давать оценку этому решению, это не моей компетенции вопрос, но где-то, вот, знаете, с точки зрения, может быть, моей гражданской позиции, я как налогоплательщик, поверьте, я очень добросовестный налогоплательщик, я поддерживаю это решение, я бы хотел поделиться со своими, так сказать, такими же людьми, как и я, да, ну, обеспечить их работой, а если придут чужие составы, я понимаю, мне, как машинисту, приятнее было бы, наверное, работать на Сименсе, да, но, в любом случае, знаете, надо как-то пробивать и свой путь, потому что, да, через терник звездам, ну, а что делать? Это в целом, ну, наша проблема, да, как бы мы должны помогать друг другу, можно бесконечно спорить о эффективности, там, вложенных средств, это другой вопрос, другой вопрос, но в целом, вот принципиально, я считаю, что это правильное решение. Пожалуйста. Извините, вот первая девушка была. У меня два вопроса, почему вы не доставите в тоннелях, почему они не всегда доезжают до конечной станции, останавливаются пассажиры с временем? Ну, вот, на счет останавливается, я говорил, что, как правило, это связано с тем, что предыдущий состав не освободил, не освободил станцию, и, возможно, ему там просто держат двери или какая-то неисправность, а почему они не доезжают, это гораздо проще. Существует график так называемых отстоев. Отстоев. Так вот, наши составы, как вы понимаете, они не могут там 24 часа в сутки работать. Вот есть определенный, мы называем это пробег, который поезд должен проходить в течение суток. А после этого он должен проходить техническое обслуживание первого объема, ТО-1. И для этого он отправляется в отстой для осмотра и обслуживания. Потом также через какой-то пробег ТО-2, ТО-3, ТР и так далее. А где эти отстой проходят? В пунктах технического обслуживания, которые, как правило, бывают на конечных станциях или каких-то промежуточных станциях с путевым развитием. Если, например, мы возьмем Калужско-Рижскую линию, то это станция ВДНХ, допустим. Или бы электродепо. То есть, например, кольцевая линия, поезд следует до станции Краснопресненская. Почему? Потому что он высадит пассажиров и пойдет в депо, где его будут осматривать, проверять, все, что необходимо менять, и давать готовность для дальнейшей работы. Да, вот как раз на станции Чертановская находится электродепо Варшавское, поэтому, например, смотрите, заканчивается утренний пик. Составы следуют до станции Чертановской, потому что лишние машины уходят. Вот как раз для проведения ремонта, осмотра. Остаются только машины, необходимые для непика. Вот мы переходим на непиковую парность. Извините, вот тут девушка. Считаете ли вы, что нужно, не нужно информировать каждый день пассажиров, о том, сколько статистики смертей в митрополитене, о том, сколько людей умерло? Очень хороший вопрос. И второй вопрос. За ваши 10 лет вам кто-нибудь пытался? Очень хороший вопрос. Я предвидел второй. Наверное, я сначала со второго начну. Мне повезло. Я задавил только одного человека. Это на самом деле везение, потому что, ну, бывает по-всякому. Были случаи, когда машинист за один круг давил двух. Это огромная нагрузка психологическая, огромная. Но вы знаете, это часть нашей работы. И кто-то это переносит спокойно, а кто-то, был такой вот случай лет, наверное, пять назад на зеленой ветке в депозе Москворецкое. Машинист задавил человека, пришел домой и умер от инсульта. Просто от внутренних переживаний, вот того, что он увидел. И, вы знаете, никогда нельзя вот заранее сказать, как ты себя поведешь. А готов ты. Например, у меня был приятель, который, ну, тоже машинист, он говорил, да, что такого? Ну, что такого извлечь человека? Это, вы знаете, как вот журнал, где там собери части тела, только у тебя все номера есть. Это нога, нога, рука, рука, там, голова, то есть. То есть он с таким юморком, и это все очень спокойно, да. А есть люди, как я еще раз повторю, то есть это просто такой шок, такой стресс. И я сразу скажу, что извлекать человека обязан машинист. Потому что что бы ни случилось, нужно как можно быстрее восстановить работу метрополитена. Состав должен ехать. Кто погибает? Поверьте. Как правило, это пьяные люди. Это вот большинство. Это просто пьяные. И, конечно, самоубийцы, то есть суицид, ну, намеренный, да, такой убежденный. Есть определенное требование, что, например, если подвижной состав находится на частях тела, то машинист не имеет права извлекать. Он должен вызвать бригаду ПВС, пункт восстановительных средств. Они будут домкратить вагон. Это, как правило, очень долго занимает по времени. Ну и вы сами знаете, если сейчас пик такое происходит, на любой линии метрополитена, то это сразу парализует все, все вокруг. Поэтому еще раз повторяю, требование по времени, время тикает. Упал у тебя человек, ты все равно обязан как можно быстрее все это сделать. Ты туда спустился, а у тебя руки дрожат. Да никого не колышет. Ни пассажиры не пойдут, ни полицейский не пойдет. Да никто даже права не имеет там ходить. И здесь мы подошли к еще одному вопросу. Ну а может так случиться с каждым из нас. Платформа битком. Толкнули, упал. Вот уже поезд едет. Часто меня спрашивают. Приглядите в следующий раз. На каждой станции есть лоток. Это очень страшно пропустить над собой поезд. Но поверьте мне, там нет выступающих частей. То есть поезд пройдет над вами, вам нужно лечь в этот лоток. Наверное, лучше на живот, чтобы не смотреть, потому что это просто страшно. А в плане безопасности, ну пройдет над вами поезд. Потом вы вылезете. Вот об этом поговорили. Вообще я бы хотел сразу сказать о ограничительной линии. На каждой платформе вы видели. Знаете, это, конечно, безумно выводит из себя. Но дело здесь не в каком-то выведении из себя. Вот стоят обычно в наушниках молодые парни, девчонки. Знаете, видимо, с желанием пофорсить, испытать себя, что ли. Вот ветерок обдувает. Вот прям вот, вот предположим, это ограничительная черта. Вот так вот стоят, стоят, улыбаются. Понимаете, на старых составах очень часто это было, когда зеркалом ударяли по лицу, по голове. Сами понимаете последствия. То есть это просто или смерть, или увечья. На новых составах, когда у нас появились камеры, там вроде бы меньше выступающих частей. Но это все равно не повод для того, чтобы выходить за вот эту ограничительную черту. Почему? Ну, во-первых, вас могут случайно или даже специально толкнуть. Это, поверьте, и такие случаи были. Больных людей сколько угодно. Второе, второе, это в габарите подвижного состава очень много оборудования. И я не могу дать гарантию, конечно, наверное, я должен, но я не могу дать гарантию, что что-то вдруг не перекосится, да. И представьте, что вот здесь эта черта, а вот идет поезд, у которого что-то торчит. И то же самое. Конечно, такого быть не должно. Но давайте мы с вами не будем говорить должно, не должно. Давайте мы просто исключим саму возможность. И эта черта появилась не случайно. И я всегда говорю, про себя, конечно, таким пассажиром. Ну вот что ты ходишь? Неужели ты раньше в вагон попадешь на какую-то наносекунду? Тебя это спасет, да? Зачем? 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 Это же риск. Очень большой риск. И первый вопрос. Много, очень много людей погибает в метрополитене, но это, будем говорить, не боевые потери. То есть это, как я уже говорил, это не те добросовестные пассажиры, которые спустились, да, и нормально едут в вагонах, выходят и уходят. Это, как правило, люди, которые, ну, находятся в неадекватном состоянии, пьяные. Ну вот тот человек, которого сбил я. Представляете ситуацию? Он вышел справить нужду в тоннеле. Из-за кривой выносится поезд на скорости 60 км в час. Тормозной путь с такой скоростью 125 метров. Я его вижу на расстоянии 50 метров. Я применяю экстренный тормоз и нажимаю на сигнал. И еще проезжаю, да, 60 метров после того, как мой поезд взаимодействует с этим человеком. Это страшный звук и мгновенная смерть. И, конечно, мне это, знаете, очень невесело, но вот что это такое, да? Ну, вот просто вот пьяный решил справить нужду, спустился в тоннель, да, и у нас, конечно, есть устройство, там, устройство прохода в тоннель, но оно сработало, пока там, да, это все время, а поезда-то ходят постоянно. Бывают и курьезы, бывают очень забавные курьезы, слава богу, без таких трагических последствий. Как-то бабушка одна проехала свою станцию Курскую или Комсомольскую, недолго думая, она прям с чемоданами спрыгнула на путь и по тоннелю обратно, да, ну, поезд предупредили, он остановился, забирает ее в кабину. Машинист, бабуль, ты куда? Она говорит, так, милых, у меня же поезд сейчас уйдет, сейчас придет, понимаете, поезд. Почему, могу сказать, странная статистика этого вопроса. Самое частое, вот на моей памяти, это станция Комсомольская. Прямо, знаете, вот никакая другая станция кольцевой линии, где бросаются или падают люди. Комсомольская, Комсомольская, Комсомольская постоянно. Удивительно просто. И, ну, вот, знаете, как притягивает, да, вот какая-то вот для самоубийц или что, ну, не знаю, может быть, очень много приезжих и, соответственно, пьян. Ну, вот, был случай тоже очень страшный, когда машинист сбил такого же человека, а потом искал, искал, искал и не нашел. Понимаете, полчаса искал. Под составом никого нет. Естественно, диспетчер задает вопрос, может, вы там это не, ну, сами-то не в адекватном состоянии, раз вам там мерещатся какие-то, или он говорит, да я сбил, точно сбил. И вы знаете, да, действительно сбил, вот он переломал ему ноги, а он уполз. Уполз тоннель, и вот следующий поезд, который шел, вот просто, то есть просто, знаете, вот такие истории, которые, ну, никто из нас не хотел бы в этом принимать участие. Я помню был случай, когда я выводил человека абсолютно, ну, видимо, он был в наркотическом опьянении, молодой парень, ночь уже, сидел под контактным рельсом, я его увидел с рюкзаком, очень таким ярким, остановился, а он мне кричит, они повсюду, они за мной гонятся. Я ему говорю, дорогой, иди ко мне, все хорошо. А он говорит, хозяин, я буду тебе служить, никому меня не отдавай. Я говорю, да, да, да. Подходит ко мне, все, кровь хлещет, я не знаю, где-то он изранился, да, он совершенно какой-то ужас, всю мегабину залил кровью, стоял за мной, думаю, сейчас меня тихо придушат. Ну, нет, доехали до станции, там, конечно, полицейский говорит, хозяин, ты же мне не обещал не отдавать. Я говорю, я потом тебя заберу, иди, хватит. Ну, знаете, вот бывают, это и курьезные истории, да, извините. А по поводу того, что составы отправляют в депо, и людей выгоняют, были случаи, ну, наверняка были, когда люди проскальзывали и изучали там все эти закоулки электродепо? Вы знаете, электродепо – это совершенно обыкновенное, на мой взгляд, предприятие, и никаких закоулков, вызывающих особый интерес, я там лично не видел. Ну, я понимаю, что я 10 лет их рассматриваю, может быть, поэтому. Да, такие случаи были, но, как правило, поезд еще не успевает доехать до депо, там уже сотрудники полиции встречают. То есть, да, потому что, ну, видно же, что кого-то все-таки проглядели. Знаете, как бывает, у нас дежурная по станции дает диск, что поезд готов к отправлению, и вот пока двери закрываются, а кто-то бежал, бежал, бежал и вскочил. Ну, бывает такое, ну, мало, машинист уже видел, что все нормально, там отвернулся. Ну, все равно, они же увидят, что там в третьем вагоне пассажир остался. А так, на самом деле, каждый вагон проверяется, потому что и вот эти террористические случаи, что никаких, конечно, сумок, все это очень серьезно. Когда в руси четкидишь, бывает, три щелчка пошла в одном конце, в другом, потом обратно, ну, в поезде, прямо над дверями щелкают, то ли, пумбиры переключаются. Интересно, что это? Я боюсь, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, может быть, а, наверное, речь идет о кондиционерах. Вы на кольцо или не имеете в виду? Нет, но, понимаете, у нас в Русище оборудование разными кондиционерами. На кольце у нас установлены кондиционеры испанской фирмы Мерак. Такие же стоят на Сапсанах. А, например, на Арбатско-Покровской там просто софт, принудительная вентиляция, то есть не кондиционеры, а просто вот воздух, обычный забортный воздух гонится. Я думаю, что это кондиционеры еще. Вопрос, пожалуйста. Есть ли в туннелях всякие легенды про огромных крыс и так далее? Что-то посвечалось ли из байк? И второй вопрос сразу, есть ли дискриминация машинистов легкого метро, что у них не настоящее метро, а так они катаются. Я отвечу на оба ваших вопроса, потому что, во-первых, в 2003 году я начинал работать на Бутовской линии, на легком метро, поэтому, наверное, тоже со второго вопроса отвечу, никакой дискриминации нет. Никакой. Это самое обыкновенное метро, точно такое же. Самое обыкновенное депо варшавское, которое обслуживает и длинную линию, и отдельный цех обслуживает вот эту Бутовскую легкую линию. Впоследствии будет построено отдельное депо для Бутовской линии, но пока вот варшавяне на два фронта работают. поначалу даже больше получали машинисты Бутовской линии, они получали еще и надбавку за освоение новой техники, поэтому не то, что тут о декриминации, можно сказать, что у них вообще была жизнь малина. Но я вам скажу так, вы еще забыли упомянуть, и меня это удивляет, московский монорельс, который структурно тоже входит в состав московского метрополитена, как такое же точно депо, депо Ростокина, соединяет он, как вы знаете, станцию Тимирязевская и улица Сергея Зенштейна. Я тоже работал на монорельсе, мне выпала такая честь участвовать в его открытии, работал там два с половиной года. Я могу сказать, что несмотря на то, что условия труда там все-таки несколько легче, потому что, как вы понимаете, и пассажиропоток меньше, и совсем другие скорости, знаете, напоминает такую канатную дорогу. невысокая скорость, средняя скорость 13 км в час, скорость въезда на станцию не свыше 10, максимальная скорость ограниченная приказа начальника метрополитена 40 км в час. Так вот, этот поезд, этот поезд, то есть, и там, вот там на монорельсе, там получают значительно меньше зарплату. То есть, хотя я говорю, там легче условия труда, и там другие тарифные ставки. А если вы спрашивали в плане отношения коллег, то и здесь, я вам скажу, абсолютно нет. У нас вообще, на мой взгляд, это, конечно, мое такое субъективное, пожалуй, мнение, но я ни разу не слышал, чтобы мне кто-то подошел и сказал, ну, ты с кольца, или там, о, ты с кольца, и там, да, ты там с бутовской линии, а ты с бутовской. Ну, понимаете, мы живем, знаете, в разных государствах, мы мало общаемся между линиями. Если общаемся, как правило, все-таки уважительно. И как правило, понимаете, мы солдаты, и нас дальше фронты не пошлют, и меньше взвода не дадут, и делить нам нечего, и такие же точно братаны, такие же точно подземные черви там ползают, и поэтому, как правило, отношения очень добрые друг к другу. Что касается крыс, да, это общее место, об этом часто говорят, сейчас пореже, раньше говорили много. Конечно, это миф. Никаких крыс размером с собак в метрополитене не существует. Это самая простая газетная утка. Обычные крысы есть, да и их очень мало. Ну, есть, конечно, это коммуникации подземные. Они достаточно нагловатые, эти твари, но они совершенно обыкновенных размеров. То есть никаких аномалий. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Пожалуйста. Хорошие вопросы, тоже начну со второго. Значит, составы моют. Существует график мойки составов. Они моются как с внешней стороны, с помощью специальной моечной машины. Есть у нас такая моечная канава. Состав заходит с линии на 14-ю моечную канаву, медленно проезжает, как, знаете, моют автомобили с щетками. Кроме того, специально обученные женщины со скребками стоят и дополнительно еще в труднодоступных для щеток местах убирают. Но и кроме того, не менее двух раз в день составы полностью убираются изнутри. Но вы, конечно, затронули очень больную тему. Это знаете, мы часто говорим культура обслуживания, культура обслуживания. Но вы даже не представляете, какая боль для меня идти по моей любимой, родной девочке и увидеть ее заплеванную, заблеванную и так далее, и так далее, и так далее. Я не могу понять, как это могут себе позволить люди в центре Москвы и люди ли это вообще. Понимаете? Когда подобное происходит, ну, конечно, мы даже бывает, что внеплановые составы снимаем для уборки. Но, как правило, все-таки планово-предупредительно составы убираются. Есть специальные группы мойщиц, уборщиц, и они с тряпками в течение часа каждый состав очень тщательно вымывают, в том числе и поручни, потому что, конечно, огромное количество пассажиров, людей, разных, все это. Но, вы знаете, я не разделяю того мнения, что надо бояться какой-то заразы. Я бы здесь боялся боязни. Знаете, давайте заниматься поднятием своего иммунитета, да, и тогда, а уж дальше все в руках Божьих, там, ну, суждено нам сгореть, значит, не утонем. Ну, уже хорошо. И первый был какой-то вопрос еще. Да, ну, вы знаете, боюсь, конечно, ошибиться в точных цифрах, но у нас всего существует 38 сцепов, то есть 38 составов, по-моему, максимально, если я не ошибаюсь, 33 на момент находят. Ну, порядка 15 сцепов в каждую сторону. Да, вот, кстати, кольцевая линия, это действительно уникальная линия. Это, если быть точным, две независимые друг от друга линии. Внутреннее и внешнее кольцо никак другом не связаны, потому что у нас нет маневровой работы, и даже если что-то происходит, ну, вот где-то состав сломался, допустим, на внешнем кольце, то внутреннее кольцо все равно едет, и я вам советую на будущее, если вы слышите такую информацию, поезда там, внешнего кольца следует увеличенными интервалами, посчитайте, если вы сядете в другую сторону, максимум, сколько вы будете ехать, это полчаса, и может быть проще не ждать, вот когда поезда пойдут, а поехать, казалось бы, вот все кольцо в другую сторону, ну, что такое полчаса, да, я говорю, вот я езжу с 40-минутным запасом, мне как раз этого хватит, чтобы спокойно доехать, но это дает возможность не дергаться, не нервничать, вот если одно кольцо не работает, другое спокойно все-таки прокручивается, прокручивается, вот, в этом плане мы отличаемся от всех радиальных линий, потому что на радиальных линиях это невозможно, где бы не произошел сбой, поздно или рано, цепная реакция приведет к тому, что встанут поезда во всех направлениях, тогда придется их оборачивать по другим станциям с путем развития. Пожалуйста. Первый вопрос, я говорю, правда, что вы платите за метро, ну, в смысле, что вы платите при входе, если не через свое депо, и второй вопрос, это 8,5 часов вы проводите прямо в кабине, есть какие-то перерывы, выйти и так далее. Я понял. Значит, отвечаю так, конечно, это неправда, все машинисты имеют право бесплатного прохода на всех станциях, единственное, вот на монорельс мы не можем попасть почему-то, ну, не можем, да. А, что касается, да, даже у нас, знаете, есть такой еще интересный рудимент, вообще, кстати, метрополитен, не представляете, у нас там люди-то не в курсе, что Советский Союз распался. у нас прекрасный социальный пакет, вот все, как было при Советском Союзе, так и осталось, и даже во многом риторика, вот в нашем депо только недавно сняли плакат «Слава труду», я, кстати, жалко мне, знаете, такое очень-очень атмосферненько, ну, что-то вроде там ваших надписей, тоже очень приятно, ну, депо, там, 50-х годов, да, и очень, конечно, аутентично смотрелось, тут такие сверхсовременные русичи, а там, спасибо за труд, или там, дело Ленина живет, то есть, замечательно. У нас есть такое понятие, как народная дружина, то есть, я вот тоже был участником этой организации, там мы дополнительно ходим в наряды, я ходил в наряды, стоял на переходах, у красивых девушек телефончики стрелял, ну, для чего там ее, стоять? Так вот, у народных дружинников, у них вообще право бесплатного проезда на всех видах городского транспорта, то есть, вот такая льгота есть. А что касается второго вопроса, простите, еще раз напомните? А, да, режим работы, конечно, нет. ГЗОД очень строго для локомотивных бригад регламентирует порядок работы. Для кольцевой линии, а понимаете, у нас такие условия, что у нас непрерывная работа в особо тяжелых условиях. Мы не имеем права работать более двух часов, если быть точным, двух с половиной часов, но, как правило, круг полчаса, четыре круга мы делаем, и обязательно подмена не менее получаса. И смена, допустим, восемь с половиной, получается три-четыре подмены. То есть, два часа отработал подмена, полтора часа отработал подмена. Да, но у нас есть линейный пункт на станции парк культуры, центральный парк, мы ее называем, центральный парк культуры и отдыха. И там мы отдыхаем, у нас совершенно замечательные линейные, где такие диванчики, кондиционер, мы там собираемся. Даже когда станция закрыта? Даже когда была станция закрыта, мы переехали, у нас была такая маленькая будочка на Краснопресненской, мы бомжевали там полтора года, да, очень тяжело нам было. И с таким счастьем мы вернулись в родные Палестины. Еще вопросы, друзья? Пожалуйста. Какой у вас график работы, то есть, конкретно эти восемь с половиной часов, в какое время суток вы работаете, и положены ли вам более длительные годы? Да, замечательный вопрос. Вообще, благодаря вашему вопросу, конечно, мой рассказ стал более полным. Я все это вылетел из головы, конечно, хотел об этом рассказать. График работы у нас называется скользящий. Это очень интересная штука. Что это означает? Существуют нормы часов. Для каждого мы работаем, по-моему, если я не ошибаюсь, 36-часовая рабочая неделя. То есть, когда мы должны отработать, допустим, 165 часов для июля месяца. Вот была норма часов. Какие еще требования? Мы не можем работать более 12 дней без выходных, а 12 можем. Мы не можем работать, чтобы у нас перерыв между сменами составлял менее 12 часов. Значит, что еще? Есть там требования к отдыху. Когда, вот тоже не прозвучал вопрос, но я расскажу. Ночные смены. Как известно, метро работает не круглосуточно. Есть так называемое ночное окно. Но мы работаем в ночные смены. Что это означает? Вы знаете, метро в час ночи закрываются переходы. где-то примерно полвторого в два останавливаются все поезда, последние поезда. Вы знаете, ни одно депо практически не вмещает все машины линии. Ни одно. Ни одной линии. Ну, кроме монорельс, наверное. Поэтому приходится составом ночевать на линии. На линии. Как это выглядит? Начинаю расстановку на линии. В рядок встают составы, машинисты их отключают, берут на стояночные тормоза и в специальных сигнальных жилетах выходят на станцию. Например, станция парк культуры для кольцевой линии, станция Курская, Краснопресненская. Это вот наша ночная расстановка. Там, допустим, в разные там четные и нечетные дни разное количество составов. Четыре, пять, шесть. Эти машинисты поднимаются наверх. И у нас там есть специальные комнаты отдыха, где специально обученные, внимание, будильщицы, такие замечательные женщины и низкие им поклоны, они нас встречают очень радушно. У нас расстеленные постели, мы ложимся спать и от трех до пяти часов спим там. После этого, опять же, специально обученные будильщицы нас действительно будут. Мы пьем чай, чистим зубы, спускаемся снова под землю, принимаем опять своей лошади и продолжаем крутиться дальше. Заканчиваем. Это вот мы в ночь, допустим, я начинаю работать в ночь. Есть разные ночи, пораньше, попозже, примерно с пяти. И есть ночи, самые поздние, полдевятого, допустим. Полдевятого вечера начинаешь, до двух часов ночи работаешь, потом спишь. Утром, допустим, в пять начал снова и закончил, допустим, в девять. Пошел домой. Так вот, что такое скользящий график. Сегодня у меня раннее, это я работаю с шести до часу. Завтра у меня, допустим, двойка, это я работаю с девяти до пяти. Послезавтра у меня, допустим, тройка, это я работаю с трех до десяти вечера. Потом у меня, допустим, ночь. И я знаю свои наряды примерно на три-пять дней вперед. И никогда не знаю дальше. Знаете, это так здорово, жить вот в таком вот, то есть, ну, абсолютно непредсказуемой ситуации. Я не знаю, когда у меня выходной будет. Не знаю. Я вот не вижу будущего. Вот я сейчас знаю свои смены до четверга, до пятницы. А что будет в субботу, я не знаю. И мне это очень нравится. Но что это дает? Что у меня очень много есть возможности по утрам выспаться, да, если, например, тройка, да. Мне очень нравится ездить против пиковых потоков, да, то есть, все люди идут с работы. Я так не спеша выезжаю на работу, да, они такие уставшие, а я смотрю на них с завистью, думаю, домой идете? Мне тут до двух часов ночи. Зато на следующий день они едут с такими хмурыми лицами с утра, а я уже домой. Понимаете, утро, да. То есть, ну, есть возможность посещать какие-то, ну, например, в Собес ходить, да, когда нет очередей, ходить на фитнес, да, и замечательный тариф до пяти часов. Кто его из вас может посещать? А я могу. Он гораздо дешевле. Поэтому я рекомендую вам этот график скользящий. Очень удобно. А, извините, и последний там еще был вопрос про отпуска. Да, дополнительно 12 дней, ну, то есть, получается 48 дней моего отпуска. Мы его, как правило, делим на два. И, кроме того, еще, знаете, в метрополитене есть замечательная совершенно, ну, такая вещь, как возможность получения высшего образования заочно. Метрополитен оплачивает учебу по среднеиздельной. То есть, получается, машинист учится, да, и получает даже больше зарплату, чем если бы он работал. При этом он еще получает высшее образование. И у нас, вот скажем, для кольцевой линии, если взять, у нас огромное количество людей там с высшим, ну, высшим образованием, хотя это не требуется для работы машинистом. А я вас уверяю, если бы оплачивались аспирантуры и докторантуры, мы бы могли спокойно какую-нибудь кафедру бы открыть там у себя при кольцевой линии. Одни бы доктора наук были бы. То есть, поэтому отпусков много. Это интересный вопрос. Теперь нет. Теперь нет. Женщины-машинисты были. И мне очень приятно, что вот у меня есть друзья, машинисты, которые отработали 30-40 лет, которые очень хорошо помнят эти времена. И, конечно, я всегда просто развесив уши, слушаю вот эти истории, знаете, служебного романа. Я ехал и мигал ей. Она мне тоже мигала. То есть, это, конечно... Или я ехал за ней и видел, как призывно манят ее красные фары на хвостовом вагоне. Знаете, это, конечно, потрясающе. Но в свое время было принято решение, что не царское это дело. То есть, не может женщина тяжелые условия труда водить поезда. Шпала уклачется, пожалуйста. У нас все-таки гендерное равенство. Поезда водить нет. Это с этим сложнее. Хотя были, были даже женщины-инструктора, то есть, замечательные машинисты, женщины-машинисты. И, может быть, в дополнение этой темы я скажу, что, конечно, женщина может быть машинистом. Очень многие. Это такая, знаете, скурпулезная работа. Мне кажется, во многом как раз на современных составах, где и не требуется такая физическая какая-то сила, а где нужна просто, наверное, ответственность. Женщины бы прекрасно нашли себя. Но, наверное, зарплата в 115 тысяч работодателей все-таки смущает. Представляете, какие декретные платья. Но работать при кому? Это средняя зарплата? Нет, это не средняя зарплата. Это зарплата машиниста первого класса со всей, ну, там, выслугой, со всеми, будем говорить, надбавками, там, скажем, за старшинство и так далее, и так далее, и так далее. Средняя, конечно, меньше. Я не буду лукавить. У начинающего машиниста зарплата где-то в районе 60 тысяч. Пришел человек с улицы, закончил школу, один из классов, отслужил в армии год, физически крепок, здоров. Пришел, устроился работать машинистом, через примерно полгода он становится машинистом с зарплатой в 60 тысяч. Пока он учится, он получает стипендию где-то примерно 1025-30. Я считаю, что это совсем как неплохо. И на протяжении всей своей жизни у него будет только повышаться, во-первых, за выслугу лет и за классную квалификацию. Я считаю, что вот то самое, о чем говорил Игорь Николаевич Данилевский, да, хорошо бы учителям начали платить как машинистам, безусловно. Они этого заслуживают. Еще вопросы, друзья. А есть ли какие-то требования к физическим данным или наоборот противопоказания к работе? Вы знаете, я скажу так, требования очень и очень высокие. Мы проходим медицинскую комиссию каждый год. причем при поступлении на работу она максимально строгая. И первые три года она максимально строгая. Любое отклонение сердца, зрение, слух, и вы прям сразу не машинист. Прям сразу. Вам ставится отметка не может работать машинистом в одно лицо. И вы меняете работу. каждый день заступая на смену мы меряем давление. Меряем давление и алкотест. То есть никогда пьяный машинист не попадет в кабину. Но, конечно, такие случаи были. Еще раз вам повторю, что если человек хочет, он обязательно своего добьется. Ну, ничего ты с этим не сделаешь, но, естественно, это на строжайшем контроле. И я уж не говорю о том, что это мгновенное увольнение. Мгновенное. А если уж люди, например, видели, что он пьяный, да, и даже просто не сообщили, их тоже могут уволить. Потому что, естественно, это пособничество вот этому страшному преступлению. Здесь очень строго. Поэтому в этом плане я вам могу сказать, тут, наверное, тоже небольшое отступление. Вот у меня были проблемы некоторое время назад набрал лишний вес. Сидячая работа, очень хорошо кушал. Знаете, стал весить 95 килограммов. Ужас, конечно. Очень большое давление. 145 на 95. Пульс под 100. Чувствую себя ужасно. Не могу заступить. Постоянно перемеряю. А нам допускается три раза мерить давление. Три раза ты померил давление и не прошел. Тебя отстраняют от работы. Это автоматически больничный. Вернулся с больничного, ничего не улучшилось. Все, на комиссию, до свидания. То есть, очень строго. Ну, взял себя в руки. Фитнес, диета. 35 килограммов сбросил. Где-то примерно за полгода. И все нормализовалось. 117 на 65 давлению. 68 пульс. Очень хорошо себя чувствую. Всех призываю к здоровому образу жизни. Замечательно. Это очень важно. Это для любой профессии. И мне теперь очень нравится рассматривать свои старые фотографии. Такой колобок, такой толстенький. И, конечно, люди просто не верят, что это я. И постоянно пытаются меня задать вопрос. Ну, ведь наверняка есть какой-то секретный ингредиент, какое-то средство. Вот ты вот скажи, мы это сделаем. Нету секрета. Все все знают, что надо, чтобы похудеть. Это работать. Работать над собой. Ну, и, конечно, меньше есть. Не диета, нет. Просто меньше. Не надо там обжираться. Все. То достаточно. Еще, друзья, вопросы? Хорошо. У машинистов какие-то слеты или собралищики, они будут друг на друга посмотреть? Может быть, международные. Второй вопрос. Работает ли машинистов и кайцев? Московская интерполитета. Майк. Третий вопрос. Что, зачем? Звезды же похожи. Давайте тоже начнем с третьего, с последнего. Значит, у нас есть система, так сказать, обозначения. У нас полувоенная организация. Во время войны вообще машинисты это были просто военно обязанные люди. У нас, скажем, был инженер-полковник, начальник депо. Машинисты имели звание. Сейчас, конечно, это не звание, это обозначение нашей должности. Я машинист первого класса, у меня две звезды и одна лычка. Машиниста второго класса тоже такое же обозначение, только другой значок. Машиниста третьего класса одна звезда. Машинисты без класса импликации тоже одна звезда, там они различаются значком. Помощник не имеет звезд, а в обратную сторону, скажем, у машинист-инструктора три звезды, это следующее над нами, кто руководит. Там, скажем, у заместителя начальника электродепо две звезды, но уже две лычки. Это, ну, давайте условно говорить, это будет подполковник. Начальник депо, это условно полковник, у него будет две лычки, как бы два просвета и три звезды, то есть полковничий погон. А потом у нас идут свои генералы метрополитеновские без лычек, такой с золотой конетелью, вышиваются звезды очень красивые, с дубовыми листьями. Одна, две, три звезды, и у начальника метрополитена маршальская звезда, то есть есть регламент формы. Это пришло к нам из железной дороги, хотя сейчас РЖД отказалась от такой формы. А я говорю, на что-то не знаю, что там творится-то в мире. Ну, мы люди очень, на самом деле, консервативные, я этому очень рад в этом плане. Знаете, форма, наверное, нужна машинисту метрополитена. Все-таки, когда у тебя какой-то случай, да, и ты там пробиваешься, а люди вообще непонятно, что тут бегает, да, то хотя бы наличие формы помогает пробиться там в этот вагон. Хотя вот недавно у меня был очень неприятный инцидент, когда мне пассажир просто откровенно не пускал его, там возмутило, что я там бегу, да, там, ну, в какой-то вагон, хотя, конечно, это было связано с производственной необходимостью. То есть он просто, ну, тут носишься. Вот, и я хочу... Да, это вот первый вопрос, что вот это означает наши звезды, машинисты первого класса, мои звезды. Теперь, да, их размеры, формы могут различаться. Как правило, они... Это золотошитье на погон, но я предпочитаю такие выпуклые. Это на усмотрение. У нас очень развито, очень любят золотой канителью вышивать там, да, это, знаете, как-то... В человеке все должно быть прекрасно. Вот. Второй вопрос, первый, вернее, был вопрос про сборы, слеты. Вы знаете, очень, очень развита общественная жизнь в метрополитене. Этому очень рад. У нас есть творческие конкурсы. У нас есть спортивные состязания, кубки по всем видам спорта. То есть у нас есть свой дом отдыха в лесном городке. Это Киевское, по-моему, да, или Минское. Можайское, да, Можайское шоссе. Вот там можно тоже, там есть скидка от профсоюза. И вот летом там детский лагерь для детей машинистов. Ну и не обязательно машинистов, всех работников метрополитена. Очень хороший лагерь. А зимой там дом отдыха. Ну вот в зимний период туда тоже ездят отдыхать, встречаются. Общаемся. Но еще раз повторю, все-таки, несмотря на то, что мы достаточно с уважением относимся к машинистам других линий, но мы мало знаем друг друга. Обычно знают, кто с кем учился на курсах машинистов. Знаете, там есть такое понятие, как призыв, да. То есть вот учились вместе, вот ребята там, наши ребята сокола, наши ребята владыкинцы, или там, ну и так далее. Мы там говорим, там, свебловчане. А, как правило, ну, с нашими скользящими графиками очень сложно. Мы же не можем там, да, в пятницу пойти, да, там и посидеть все вместе. Можем. Но для этого надо заказать. Есть у нас такая форма, мы обращаемся к нашим нарядчикам. До 15-го числа текущего месяца заказываешь на следующий месяц. Можно сделать две подстройки. То есть ты заказываешь конкретно, например, 6-го сентября, мне нужен выходной. Если вот тебе завтра нужен выходной, прости, существует наряд, который уже закрыт, сбит, он уже, ну, конечно, если ты возьмешь больничный, то есть заболеешь, я имею в виду, конечно, тебя заменят резерв или кто-то там. А так нет. И был второй вопрос, я извините за память. А, да, был действительно такой машинист Майкл, он работал, если я не ошибаюсь, в дипозе Москворецкое. Да, в дипозе Москворецкое. Интересная история. Один из военных, значит, он учился, это был африканец, который учился в нашей военной академии. Какой-то вертолетчик, как я помню. И во время его учебы в стране произошла революция. Ему внезапно стало некуда возвращаться, потому что к власти пришли люди, которые, так сказать, готовы по его возвращению его к стенке поставить. Он решил остаться в Москве. И вот искал-искал работу, строился в метро. Очень он плохо говорил по-русски, но с пятая на десятая все-таки. Его взяли, ему даже поселили в дипо, он жил, Майкл работал, был такой. Но потом он ушел. Ушел. То есть сейчас он уже не работает. Вот это был такой, знаете, ну, наверное, талисман. Работал он на Каховской линии, часто рассказывают такую историю. Говорят, идешь, а там же в кабине темно, и синяя рубашка стоит. Ну, только рукава, да, и... Ну, это Майкл, да. Нет, я не расист, конечно, нет. Что вы? Ребят, подустали. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что я утолил ваш интерес. Ну, а для меня очень важно, что я уверен, что вы подчеркнули все-таки много профессионального из моих знаний. Будете профессионаловаться. Мне нравится, лично мне нравится. Мне вообще, честно говоря, нравятся продукты вашей студии. Я с огромным удовольствием пользуюсь Яндексом. Что, как и ваши институты? И мне нравится. Ну, я скажу здесь, я скажу, что... Почему? Я скажу. Это, опять же, ну, не ждите от нас, мы ретрограды. То есть я, скорее, в этом плане выбиваюсь. Ну, поскольку мне нравится, я уже говорил, неоднократно инновация, мне очень нравится эта схема. Ну, как же, вот мы привыкли, ну, было так, ну, зачем менять, ну, так хорошо. Ну, понимаете, так мы с 35-го года вот в метро и живем. Зачем менять? Мир немножко поменялся, а потом еще поменялся, еще поменялся. И я, конечно, за то, чтобы идти в ногу со временем. В этом плане я-то лично благодарен вам за то, что вы помогаете в том числе менять облик митрополитена. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.